Так, ну давайте продолжать. Значит, начинаем вплетать сюда Юну и, соответственно, всю эту галиматью с Кристорией. Система разработана сравнительно недавно, ей и 100 лет нету по нашему лору. Но Флинн уже сказал, что родился в внутреннем мире. Он уже знает про внешний. 4. На той стороне уже всю систему проанализировала, что считается невозможным во внутреннем мире. Даже понять, из чего эти орбы сделаны, не то, что как они работают. Рита все расковыряла. И сказала, ничего не знаю про ваше невозможно. В общем, я расковыряла. А Вельвет знает правду от Милы, и здесь полная альтернатива. У нее в руке сидит такое вот, только чужое, не ее. Значит, кто бы это ни был, у него однозначно уже свой допель. Это метка, она используется как вместилище. Плюс, естественно, на чем-то, значит, он попался, что его уже в Вижен Централе засветили. И это все на отрезке максимум 70 лет, как система существует. Про то, что там в эвентах и на геймплее есть другой, я тоже уже говорила. Но тут важно то, что Пати Кристория встречала только тех, кого она встречала по сюжету. И никакого Юрия они никогда не видели нигде. То есть то, что он на геймплее там доступен был, это не важно. Первый Юрия, которого Канна-то увидела, это был луч. Теперь, смотрите, начинается фокус. Значит, если у нас Кристория – это мир, где все так запущено, и у нас там реально бродит Эзазель, который должен быть в демонизации ее брату. Источники обыгрываются… Вы уже сами видите, как родственные отношения могут быть обыграны не через кровное родство, а через все вот эти вот фокусы. С допелями, киосеями и параллельными версиями персонажей. То есть можно сказать, что вот эта Рита – это вот эта Рита. Пока нет, нельзя. Можно сказать, что Кристория – это такое хреновое будущее, которое мы построили? Пока нет, нельзя. К счастью. Можно ли назвать вот это вот даже нормальным волком? По-моему, нет, нельзя. Когти там серьезные. В общем, я не знаю, о чем он думал, когда он вот так приперся. С ним на люди. Еще хвост такой. Прямо вот реально завернуться в него можно. Как в шубу. Не знаю, о чем он думал, когда он реально приперся. С ним на люди. Причем собача еще явно не на цепи. Цепь просто в зубах держит. В общем, нашла я хорошую картинку, где можно морду рассмотреть. Этого пэта. К терапидо в это время был, история умалчивает. То есть здесь не забывайте, здесь еще идет фокус все-таки по правилу правой руки. И до этого тоже скоро дойдет. То есть к вопросу, кем бы он был, если бы не случилось никакой власти, а потом еще никакой фигни, тут тоже будет очень большая разница по мирам. Очень большая. И я как бы подыгрываю пока фандому, потому что все пишут, что вот это вот у нас Юри Твист. Хотя на самом деле ни имя его нам не дано, ничего не дано. Просто здесь не будет. Если мы на Терке просто не наденем бластью, такого эффекта не будет. Здесь что-то совершенно другое. Я уже вам говорила, что расы персонажей, даже не расы, а вот эти все состояния, живое и не очень, они по мирам не переходят. Может быть безумно похожая альтернатива, как у нас с Вельвет. Она выглядит идентично, рука ее выглядит идентично, но природа у нее совершенно другая. И смешивать это все нельзя. Сейчас придет Юна и вынесет всем с этим мозг окончательно. Для этого они сейчас ее и приглашают. А не только потому, что манга плохо продается, и они там стоят с протянутой рукой. Я уже сказала, да? Банда отказался финансировать этот проект мангуский. Так, значит. Но манга-то она идет, как будто вот эти персонажей они не встречали, в принципе. А сюжет в лучах идет. Скиты. Кристаллицев. Фокусируется на персонажах, которых они встречали. Что типа к лучу подходит и говорит, а я тебя знаю, только нифига не ты. Вот. В этом фишка. Как сейчас Кристория используется. Критиковать я ее могу от заката до рассвета. Но нам сейчас нужно понять, что нам нужно. А нужно нам разобраться с черными. Потому что это ненормальные волки, ненормальные даже монстры. Это я вам гарантирую. Есть самое простое предположение, что все-таки вся эта волчья тема, она идет через лорд Эмпеста. Через одну из наших замечательных рас Веротропы. Которые волки-оборотни. Но это тоже не доказано. То есть, если бы здесь он реально был какой-нибудь хитрый полукровка, и это было бы постоянно по мирам, как, например, у нас тот же самый Ллойд, сын кратся везде, да, то есть уже по отцу относится к ангельской расе жестко, правильно? То здесь ситуация такая, что персонажей бэкграунда нет ни в одном мире. И навертеть могут что угодно. Поэтому не надо, как только мы что-то получим, сразу хвататься за голову, как будто это касается всех. Они сейчас будут их разводить как можно дальше друг от друга. Потому что мало того, что я уже сказала, вот это вот, в принципе, ангел и демон. В двух противоположных частях дерева. У этого демона, точнее, демонессы, есть еще брат-близнец. И даже если это не брат, и вообще никакого отношения он вдруг иметь не будет, хотя я в этом сомневаюсь, к вот этой истории, все равно восприниматься будет так. То есть главное, вы поняли, да, на момент, когда мы его увидели, он уже что-то натворил, и он уже с допелем. Со своим. Про браслет мы ничего не знаем здесь. А этот у нас дефилирует с волками. Из черных. Почему-то твердо уверен, что они там никого не сожрут. в его смену. В общем, как бы, это хэллоуинский костюм, да, с одной стороны, но с другой стороны, он все равно отыгрывает здесь реально себя. поэтому это серьезно. Один из самых запоминающихся номеров, которые он выкинул. Я когда посмотрела на шестизвездочную карту, я вообще мне в голову не могу притишать о Юре. Я видела сначала только карту шесть звезд, мне было очень интересно, что же это за мадам? Потом и пало, конечно. Ну ладно. Значит, всем все понятно. Основной таймлайн Весперии развивается по патте, но не по тому, что вы знаете по игре. там все переписали. Потому что они там наколбасили Весперии такого, что оставлять это так, в общем, было нельзя. В Астерии мы вообще общаемся с нашими параллелями, то есть это Миклео из возможной ветки в далеком будущем, он сказал, он после ста перестал считать свой возраст. Поэтому здесь все очень и очень и очень непросто. Прошу всех бдить, чтобы не начать психовать, когда этого делать, в общем, еще пока не следует. можно психовать, что сама задумка, в принципе, вот эта вот сама задумка отстой, она и есть отстой. А Е гораздо лучше с параллелями работает. Сказания просто откровенно уже выпрашивают. Не очень сильно портят в последнее время впечатление о своих персонажах. Но это ладно. То есть они в кроссоверах портят все и подают это так, как будто это как бы сказать-то. То есть что в сказаниях наименее важно, это, как вы уже поняли, отдельно стоящие игры. Для того сюжета, который мы сейчас будем считать и для всех этих фестивалей. Отдельно стоящие игры все уже давно прошли и успокоились. читают общак. Но для многих Америка, что в этом общаге правило трех, дай бог, соблюдается. Потому что если оно перестанет соблюдаться и там их станет еще больше, я не знаю, что мы будем делать. Они там сами запутаются. а путать их нельзя, они очень разные. И наш эстерейс никогда не вел себя настолько волком, как это делает линковец. Поэтому путать нельзя ни в коем случае. в коем случае. Спасибо.